Пока воскресный полдень Холбрецкого академического театра драмы постепенно наполнялся юными зрителями, режиссер-постановщик спектакля «Аронии» Бирк Дмитрий Нуяндин провел у нас в гримерные комнаты, понаблюдать за магией перевоплощения. В поле зрения нашего оператора и его видеокамеры попала Янина Малинчик, актриса, исполняющая роль матери главной героини. За несколько минут до начала премьеры мы застали ее почти в полный боевой и узнали, что испытывает опытная актриса перед премьерой. Волнение, конечно, сейчас самое главное ничего не забыть. Очень много перестановок, очень много реквизита. Текст более-менее лег, а техническая часть, конечно, пока она вся укатается. Поэтому, наверное, самое главное – это легкое волнение, чтобы все оказалось на своих местах. Это, наверное, приятное волнение, правда? Конечно, безусловно. Встреча с детьми – это всегда приятное волнение. Премьера спектакля – это своеобразный экзамен для режиссера, говорит Дмитрий Нуяндин, автор постановки – Ронни Бирк. Сначала перед дирекцией театра, затем перед зрителями. Именно им дано право расставить все точки над «и» и именно они решают, войдет ли спектакль в звездный пиртуар театра. Когда сидят свои коллеги, друзья, они смотрят по-своему спектакль. Сегодня пришли те, для кого создавали спектакль непосредственно. И благодаря их оценке, их реакции будет вынесено решение, как долго спектаклю жить и как долго он будет вообще существовать в театре. Итак, занавес раскрылся. И на сцене началась настоящая феерия. Действо развернулось в сказочном лесу среди фэнтезийных существ и диковинных декораций. Главные герои – Ронни и Бирк – напоминают персонажей самой грустной повести на свете – Ромео и Жюльетту. Дети заклятых врагов – они то спорят, то соревнуются, то спасают друг друга от опасностей. Наконец, проникаются взаимной симпатией. Непримиримая вражда разбойничьих кланов мешает их дружбе, поэтому они избегают из замка в лес. Здесь, в связи опасности дикой природы и сказочных чудовищ, им предстоит испытать на прочность свою дружбу и любовь. Главное отличие этой истории от классической – ее современный, выдержанный в одном ключе, фэнтезийный стиль. Ронни и Бирк – одно из самых масштабных произведений как для Брестского театра, так и для режиссера-постановщика. Для воплощения постановки на сцене коллектив заказал более ста костюмов, занял в спектакле 24 актера. Это почти вся трупа Брестского академического. Более того, во время действия декорации на центральных подмостках менялись в 21 раз. Конечно, такая кропотливая и грандиозная работа не могла остаться без восторженных отзывов и бурных аплодисментов. «Очень интересно было. Очень. А что именно понравилось?» «Ну, герои так хорошо играют, очень классный спецэффект еще». «Мне очень нравится, я совсем не жалею, что я пошла. Такие костюмы, герои, такое все захватывающее». Судя по реакции зала, премьера прошла успешно. Те, кто не смог попасть на легенду в стиле фэнтези, пусть не расстраиваются. Проникнуться волшебным миром, описанным в повести знаменитой Астрид Лингрен, можно будет в феврале.